всем привет это канал о вязании азалия нитин и я вера сегодня у нас четвертый отчет по совместному проекту символ года 2022 дробь 1 этот совместный проект организовала ирина поливода список всех участников проекта будет в описании к этому видео а также в первом закрепленном комментарии в этом проекте мы вяжем любые изделия символикой года помимо вязания можно также вышивать рисовать или использовать другой вид творчества который вам по душе я вижу сейчас джемпер напоминаю вам что я сейчас вижу джемпер вот этот который на картинке жаккардом с тигром вот я распечатала себе схему тигра тут какие кое-какие мои пометки по рядам вот пряжа у меня сиреневая черная и вот мое продвижение конечно она не сильно отличается от продвижения на прошлой неделе все дело в том что я распустила и начала все заново с нуля потому что мне не понравилось как смотрелось полотно именно в том месте где жаккард было несколько стянуто вот здесь где протяжки на изнаночной стороне эти протяжки немножко я затянутыми сделала неосознанно и получилось на лицевой стороне как-то стянуто полотно поэтому я решила все распустить у меня сразу улучшилось настроение я уже связала получше вот свободненько аккуратненько и я довольна как получается вот ротик тигра 66 рядов я связала носик пошел и вот рот но усики и тут полосочки и вот такое вот подвижение вот он сигар от резинки вот идет этот жаккард 66 рядов надеюсь к следующему отчету я уже свяжу перед смогу уже предложить его к себе показать как будет смотреться прикинуть представить все это порадоваться но пока что вот у меня половинка узора связано но вот так вот досюда до носа я связала половина это 66 рядов всего 135 самая интересная часть вот столько вот надо связать там глаза ушки будет красивым ну и потом останется легкая часть это спинка рукава все без всякого этого узора довольно быстро должно уже пойти ну а теперь давайте я отвечу на вопросы этой неделе послушаем вопрос ну а сам вопрос у меня звучит следующим образом расскажите случай жизни связаны с гороскопом то есть любой веселый грустный какое-то предзнаменование у вас возможно было и она исполнилась или что-то еще такое произошло я точно знаю про какой случай расскажу я и когда придет время отчета я с удовольствием с большим сама отвечу на данный вопрос вопрос на этой неделе интересный сложный пожалуй тут я бы должна была рассказать о том как я прочитала свой гороскоп и не поверила в него а потом шаг за шагом он начал сбываться наверняка у кого-то есть такие истории или например как я хотела что-то сделать а по гороскопу было бы так что это делать ни в коем случае не нужно я бы потом в итоге произошла бы какая-то череда событий и да я бы это не сделала в общем много всяких случаев наверное могло бы быть я послушаю участниц может у кого-то и были такие случаи но я что-то не припомнилась своей жизни таких историй и единственное что могла бы рассказать это пожалуй вот что у меня две дочки и они родились в один и тот же месяц с разницей в пять дней ну и пять лет то есть 5 апреля и 10 апреля это удивительно вот я считаю что это удивительно что так совпало потому что это все произошло незапланированное не было абсолютно без разницы в каком месяце кто по гороскопу вот будет мой ребенок но вот так получилось и когда мы ждали второго ребенка вторую дочку я ожидала что так как она будет по гороскопу того же знака что и старшая дочка то и по характеру она будет такая же как старшая дочка но когда она родилась стала подрастать мы увидели что совершенно совершенно другой ребенок и мой муж всегда говорил вот и верь после этого в гороскопы то есть знак зодиака один и тот же но поведение абсолютно разное может конечно накладывать отпечаток что они родились как раз в разные годы одна в год петуха вторая в год дракона не знаю я уже в такие детали не сдавалась и не читала подробно эти гороскопы именно вот китайские а еще интересно то что у меня знак зодиака лев у мужа стрелец дочки овны и это все стихия огонь тоже вот интересное совпадение что вот так получилось что у нас вся семья стихия огонь я считаю что вообще люди которые из одной стихии хорошо подходят друг другу и как-то умеют находить общий язык потому что у них вот есть вот какие-то общие точки соприкосновения это вот одна стихия на этом я заканчиваю свое видео желаю всем хороших продвижений по вашим проектам творческих успехов ну а мы увидимся с вами в следующем видео отчете через неделю